В целом по Беларуси на выполнение этого плана в текущем году будет направлено более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. 3 миллиарда из них должны составить деньги населения, остальное – банковские кредиты. При этом среди нововведений, предусмотренных соответствующим постановлением Совета Министров, строительство многоквартирных домов исключительно в энергоэффективном варианте. Кроме того, в некоторых домах электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи. Первые так называемые электродома в этом году построят и в Гомеле. По предварительным расчетам, стоимость коммунальных услуг здесь будет сопоставима с их стоимостью в обычных домах. Что касается цены квадратного метра жилья, то она составит около 1400 рублей, что также соответствует среднегородскому показателю. Пока это в какой-то степени эксперимент. Однако после ввода в строй белорусской АЭС, такие дома станут массовыми. В целом же строительство жилья в Гомеле сегодня ведется сразу несколькими специализированными организациями. Стоимость зависит от проектных решений. В частности, в некоторых вариантах предусмотрены теплые полы и биметаллические радиаторы. По словам застройщиков, проблем с продажей квартир у них нет. Гомельский домостроительный комбинат строит многоквартирные жилые дома, реализует жилые помещения на условиях долевого строительства. Стоимость квадратного метра составляет от 1120 белорусских рублей. Да, безусловно, помещения пользуются спросом. К моменту ввода объекта в эксплуатацию почти все помещения уже к этому моменту распроданы. Впрочем, спросом новое жилье сегодня пользуется не только в областном центре. Причем речь идет не только о панельных многоэтажках, но и таунхаусах. Первые квартиры такого типа здесь построили в прошлом году. В эти дни возводится еще один комплекс. Пустовать он явно не будет, даже несмотря на то, что стоимость квадратного метра в мозырском таунхаусе примерно на 200 рублей больше средней городской цены. Наша строительная отрасль в Мозыре только второй год строит таунхаусы, но пока что все, что строится, все населением востребовано и раскупается. Где-то многодетные, которые состоят на очереди с господдержкой, а где-то люди за счет собственных средств и кредитов банков на общих основаниях. Мозырский домостроительный комбинат в городе над Припятью, пожалуй, основной застройщик. Созданный во второй половине 80-х, он прошел несколько этапов модернизации и сегодня способен производить и строить жилье, востребованное населением. Хотя останавливаться на достигнутом здесь, похоже, не собираются. На предприятии постоянно ведутся разработки новых видов изделий. Качество нашей продукции, в целом, можно сказать, что нормально, особо так жалоб нет. То есть по качеству наших квартир гораздо лучше, чем было. План строительства жилья на 2020 год в Мозыре будет выполнен. Иные варианты в райисполкоме даже не рассматриваются. Другое дело, что появление новых микрорайонов создает проблему недостатка или даже отсутствие в них школ и дошкольных учреждений. В Мозыре она оказалась настолько острой, что в одном из районов, где проживает много молодых семей, в прошлом месяце начали строительство детского сада. Объект, находящийся под личным контролем председателя облсполкома, планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. Местные жители говорят, строители работают очень активно, причем на протяжении всего светового дня. А поэтому можно надеяться, что с поставленной задачей они справятся. Мы собирались летом буквально, в следующем, отдавать ребенка. Нам пришлось его возить в установке четыре буквально, чтобы в ясле отдать. Понимаете? А в связи с этой постройкой, я надеюсь, ситуация улучшится. Не только для нас, но и для всех. То, что решили построить детский сад, это необходимость, потому что родители вынуждены детей своих водить в другие районы. Вы понимаете, все-таки хочется поближе завести ребенка, чтобы быть более свободным. Раньше заехать на работу, приехать поздно с работы, ездить по району, собирать по всему городу детей, это нецелесообразно. А вот, когда детский сад будет находиться непосредственно, вот, смотрите, вот это все дома, вот это все дома, не настроены молоды, молодой район. А родители вынуждены все-таки ездить и на Политарскую, и на Интернациональную. Поэтому детский сад просто был здесь необходим. И школа нужна. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, Евгений Макенко. Новости недели.